Добрый день, друзья и недругие. Здесь после публикации небольшого фрагмента интервью Аллы Борисовны Пугачевой, которое она дала вильнюскому телевидению ровно 30 лет назад, в 1994 году, и рассказывала там, помимо прочего, о своих мужьях, многие вновь начали вот муссировать тему национальности Примадонны. Еврейка она или нет? Я вот не знаю, мне, Талызина, и не только мне, многим говорилось, что она на самом деле Баруховна, и что она еврейка, как минимум, по отцу. Я был очень покасательный, знаком с ее вторым мужем, ее не Талызиной, а Пугачевой, Александром Стефановичем, режиссером, сценаристом, продюсером. Ну, мы, во-первых, соседствовали в СНТ-Кино-1, во-вторых, несколько раз пересекались в достаточно известной квартире на улице Гагарина, где жил культовый музыкант. Сейчас он обереган иностранного агента, он, кстати, еврей. Но песня совсем не о том. Так вот, Степанович, как раз я очень хорошо помню эту вечеринку. Это было после развода его с Аллой Борисовной. Он как раз там рассказывал достаточно общеизвестную историю про то, что он с Софией Ротару снял в фильме «Душа в отместку» именно Алле Борисовне Пугачевой. Но на самом деле он в свое время пытался группу «Машина времени» сделать коллективом Пугачевой. Когда она искала музыкантов, он предлагал ей взять коллектив в качестве аккомпанианта. Но опять же, песня совсем не о том. Так вот, он, помимо всего прочего, Степанович, говорил, что Пугачева не еврейка, потому что он был знаком с ее родителями, но всегда хотела быть еврейкой. И даже вот многим намекало, что он еврейка, возможно, что слухи взялись и откуда. Но на самом деле, вот здесь и серий «За что купил, зато продал». Я просто вспоминал как. А как там на самом деле, не берусь утверждать. Одно время говорили, что она еврейка. Это правда или нет? Нет, нет, это ерунда. Ничего нет? Нет, это просто я тебе объясню. Значит, это тоже была наша, такая залепуха наша. Значит, ее отец, значит, который я хорошо знал, значит, Борис Михайлович Пугачев и мама Зинаида Архиповна. Но даже по именам вы можете понять, что это чисто русские люди. Вот. А по тем временам евреи были гонимые. Это, безусловно, одна из талантливейших наций, да? И многие артисты, музыканты, не буду все это перечислять, значит, относятся к этой национальности. И тогда это было, мне кажется, несправедливым, что ли, таким. Но интеллигенция внутренняя, конечно, была на стороне этих отъезжантов. И вообще, знаете, всегда на стороне гонимых. Поэтому мы запустили не совсем слух. А я ей, значит, дал текст. Жил Александр Герцович, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал. Как чистый бриллиант. Да, гениальное стихотворение просто. И она написала... Кстати, она стала писать ведь под моим давлением. Потому, что я ей говорил, что, послушай, ты 8 рублей зарабатываешь. Ну, Алла, если ты хочешь зарабатывать больше... А за Цепин и Тухманов, да? Да, Тухманов, они зарабатывают там за один день, за один день победы на два автомобиля. Поэтому попробуй писать сама. И вот там, да ну, кто меня будет слушать? Да я там, значит, не имею никакого отношения к Союзу Композитов. Давай мы попробуем. У вас вот это получилось, вот это получилось. Давай попробуем вот это. И я ей дал эту. Она написала эту песню. И мы были как раз в гастроле в Одессе. Мы сделали несколько клавиров, там дали на размножение это самое, на тиражирование. И потом я просто объехал все рестораны Одессы и подходил к ребятам и говорю, ребят, слышали про Бугачева? Ну, конечно, вот она к нам на гастроле приехала. Вот я ее муж. Я вам, мы от нашей семьи делаем вам подарок. Вот вам новая ее песня. И, конечно, вся Одесса стала... Она попела на концерт. Когда вечером объявляли песню и последняя песня из репертуара Аллы Пугачевой. Еврейский музыкант. И, ну, Одесса вообще была, так сказать, часто законодателем моды в литературе, там, в музыке. Народ очень талантливый. И потом пошло это по Союзу. И все ее почему-то, ну, не все, так многие считали, что она еврейка. Но это был хор. Меня ведь тоже посвящали Мандельштаму. А кто, кстати? Ну, кстати, вот муженек мой, Стефанович, он был очень эрудированным человеком. И очень много знал всяких. Ну, даже вот просто перечислял там кучу поэтических сборников. Там, не знаю, я вообще не... Для меня некоторые были вещи, но, ну, совершенно не на слуху, а полинер какой-то там. Что-то, ну, Мандельштам. Я тянула к таким людям, которые могли меня как-то духовно обогатить. Другое дело, что у того же муженька было масса своих там каких-то недостатков. Но я до сих пор благодарна ему за то, что вот он как-то так вот ввел меня в мир каких-то художников интересных. Познакомился с людьми, с которыми я никогда бы не познакомилась. Белла Ахмадулина. Белла Ахмадулина. Белла Ахмадулина. Белла Ахмадулина. Белла Ахмадулина. Правда? А вот недавно была презентация духов, по-моему, в рождения светской жизни. Ой. Ну, уж не советская, точно. Потому что это французско-советская. Алла Борисовна, вот я так понимаю, что духи Алла Да, духи Алла, да Да, что духи Алла, они, видимо, должны Вот их букет, их аромат Должен как-то отражать ваш образ, ваш характер В таком случае, пишите этот аромат Это можно сделать словами? Ну, можно, там такой вот есть буклетик Прочтите, ради Бога У меня его нет, вы не могли бы У меня его нет, я она там четко засчитывала Ну, а я со своими словами все-таки Как вы их воспринимаете? Аромат любви Ой, дайте водички лучше попить Чем о духах, говорите Завтрак, аристократ После концерта Спасибо Пожалуйста, не захотел Алла Борисовна, скажите, пожалуйста Есть ли разница между той Пугачевой Которая сегодня пела Ням-Ням И той Пугачевой, которая когда-то исполнила Арлекина И если есть, то какая она? Ну, знаете, даже на сцене есть большая разница Между той, которая поет Ням-Ням И той, которая пела первую песню Бог с тобой Какая песня, такая я Какая жизнь, такая песня Это ты умный И такие у вас умные вопросы, что меня с вами скучно Я не хочу отвечать на умные вопросы И вообще, я хочу поглупить Буквально в смысле? Буквально в смысле, я хочу поглупить Удается? Удается А каким образом? А сама жизнь заставляет Потому что такая тупость вокруг Извините, ради Бога Сережа Опять я сначала начну Анна Борисович, чем вы сейчас занимаетесь После родственской встречи? Ничем Отдыхаете? Ну что я нахожусь в творческом отпуске Или как иногда я шучу для своих друзей В творческом недоумении, так скажем Потому что меня распирают разные идеи И музыкальные И в общем-то занятия Ну не занятия, а такая Дружба с разными молодыми коллективами Которые мне очень нравятся Я думаю, что в вашей передаче все-таки их покажете Это группа А-студия, группа Аш-бенд Володя Пресняков Их немного, но я так решила, что надо сделать по-фирменному То есть вот два года работы с ними Как продюсерская контора такая Ставлю на ноги, потом других беру Я вообще стала говорить грустно и серьезно Но я тоже неинтересно А почему именно А-студия? Они к ней очень по-разному относятся? Что-что? Почему именно А-студия вот вам приглянулась К ней очень по-разному относятся? Я слышал самое противоречивое отзывы в этой студии Об этом ассамблее А-студия? Да То что вы, это уже вообще признанный Известный коллектив, который всем нравится Вам что, путаете с кем-нибудь? Нет, нет, не путаю Нет, знаете, я не буду с вами в интервью Потому что вы смешно говорите Первое место на 50 на 50 Вы просто совершенно не понимаете Смысла разговора Если вы говорите про А-студию Про группу А-студию Тогда мы просто говорим на разных языках Заявитесь какими другими группами, артистами Которые вам понятнее Маленьким принципам Вы лучшая группа Советского Союза И даже если кто-то в это не врубается То об этом миллионам телезрителю стыдно признаться Вы не оправдали оказанного Вам высокого доверия Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!